Это программа «Мой район», и сегодня мы говорим о том, как Москва и москвичи оказывают помощь в зоне СВО. У меня в студии директор школы 1586 в районе Раменки Елена Силкина и артист эстрады Александр Морозов. Александр, Елена, добрый день, спасибо, что к нам присоединились. Здравствуйте. Елена Викторовна, когда вы первый раз и почему поехали в эту зону СВО? Ну, сама поехала, прям отлично сама поехала первый раз осенью 22-го года. А начиная с марта 22-го активно принимали участие в сборе гуманитарной помощи. Я работаю в школе, и у меня мой работник, бывший военный, ну он просто в стране не мог остаться от СВО, так как много его друзей, однополчан еще служили, и он активно принял участие в сборе гуманитарной помощи. И в какой-то момент он обратился за помощью, сказал, нам не хватает, нам тяжело. И мы включились, тем более, что, скажем так, я давно искала вообще возможность принять в этом участие. А 2 июня 22-го года мой Денис Валерьевич пришел, написал заявление и сказал, я туда. А как-то вот, ну он туда, а мы. И, соответственно, взяла на себя вот эту роль, стали собирать, также продолжать гуманитарную помощь. Подключились к новым группам. А осенью уже стало понятно, что надо ехать туда самой. И так получилось, что как раз в группе, с которой мы сотрудничали, появился запрос на помощь госпиталю в небольшом поселке городского типа Новобсков, Луганщина. И как раз туда отправлялась «Газель», и у нас остались некоторые коробки, которые, ну, просто не влезли. И как раз их я загрузила, и мы поехали... Загрузили куда? В свою машину. В свою собственную. Собственную. У меня маленькая машина. Вот эта, да? Да. Вот. И поехали туда. Вы говорите, поехали, значит... Со мной был напарник. Ну, потому что все-таки я... Дорога дальняя. Тоже сотрудник школы? Да. Но перед выездом все-таки я попробовала связаться еще помимо госпиталя. Думаю, ну ведь там же есть школы. Я работаю в школе. Это дети, это какая-то помощь, но наверняка нужна. Мне дали телефоны, отозвался только один человек. Директор Новопсковской средней школы отозвалась и сказала, приезжайте. Когда доехали до школы, вот открывается дверь, и на пороге директор школы. Я ее сразу почему-то поняла, что это она. Знаете, что было самое интересное? Мы просто молча обнялись. Вот как будто мы были старинные друзья, которые не виделись, ну, лет там, не знаю, там, 30 или 40. Вот моя Елена Анатольевна, дорогая. Она показала школу. Мы посмотрели. Знаете, что было интересно? Конец октября, это на конец октября, да, начало ноября. На первом этаже в холле старшеклассники танцуют вальс. Ну, идет репетиция. Я спрашиваю, что происходит? Ну, что вы там, новогоднюю сценку готовите или что-то? Она говорит, нет, мы репетируем выпускной. В октябре фраза, ответ был, мы помрачили, мы можем не успеть. А дальше уже, да, как бы, почему? А по любым обстоятельствам мы можем не успеть, потому что дети уезжают, приезжают. Ее школа русская, всегда была на русском языке. И принимает к себе всех, и жить, кто живет в Новобскове, и с территорий, где идут боевые действия, всех берет к себе большая школа, 700 человек. Ну, это не могло ни поразить, ни восхитить вообще этими людьми в целом. Это такие настоящие люди. Они работают, несмотря ни на что. Причем она школу взяла в апреле 22-го года, когда директор не вышел на работу. А она взяла школу, будучи обычным учителем. Она взяла школу и стала ее руководителем. Одна. Она полгода работала одна. У нее не было ни секретаря там, ни зама, ничего. Вот снабжение, кормить детей, обеспечивать их. Она показала школу. Знаете, что произвело впечатление? В первую очередь, вот две вещи, которые прямо произвели впечатление. Это пустая библиотека, книг нет. Их сожгли. Просто пришли в один прекрасный момент и сказали всю русскую литературу, все во двор. К библиотеке мы разговаривали. У библиотекарь какая потрясающая женщина, как она болеет вообще своей работой. Прибежали, говорят, учителя, а как сдать литературу? Мы же по ней занимаемся, мы по-другому. А на каком языке мы будем учить дальше детей? А неважно, все книги собрали и сожгли прямо тут же у них. Нацизм в чистом виде. Причем, знаете, было несколько учителей, которые успели с полки похватать по паре книг и засунуть под одежду. То есть просто на свой страх и риск. То есть вот пустая библиотека, это первое, что поразило. И мысль о том, с чем я приеду на следующий раз, она даже вот, ну, она сформировалась прям вот в секунду. И второе, что меня поразило, это музей героев Великой Отечественной войны. Как вы его сохранили? Заставили партами, такой коридорчик небольшой, поставили парты и железные были, ну, решетка такая закрытая. Склад. Спрятали, да? Под складом, да. То есть вот просто вот как будто там склад. Поэтому музей школы о школе 100 лет, это вот здание, которое у них есть, оно 84-го, что ли, года, а рядом стоит небольшое здание, которому 100 лет. То есть вот сама школа имеет огромную вообще историю. И они смогли сохранить и музей школы, и музей Великой Отечественной войны, вот герои Новообсковщины. Это, конечно, просто поразительно. Дальше, я говорю, вот не возникло вопроса, что повезем. Я приехала, я обратилась к своим сотрудникам в классы, к родителям, и откликнулись моментально. И буквально в кратчайшие сроки собрали вот первый пул такой книг, и я через две недели поехала обратно. И когда мы приехали и стали выгружать книги, ну, там было просто немое восхищение и молчание. Библиотекарь была вообще, вот у неё даже речи пропала. Она говорит, я могу это раздавать детям? Да, это ваши книги, пожалуйста. Теперь мы с Леной дружим. Они нас называют наши родненькие. Ой, говорит, наши родненькие едут. У неё сынишка 10 лет. Он ходит по школе, говорит, это наши родненькие, привезли книжечки. И вот мы, когда первый раз к ней приехали, она нас поселила у себя дома. Она утром ушла на работу, дала ключи. А мы с дороги, ну, просто вот, да, мы просыпаемся, никого нет. Записка, школу знаете где. Всё. Вот просто, как будто мы приехали к своим родным сёстрам, к племяннику. Как будто так всегда и было. Столько духа, сколько есть у Елены Анатольевны. Это, ну, дорогого стоит. Я знаю, Александр, что вы ездили к луганским детям. Я сам происхождением из Самары. Отделение наше Самарское народного фронта возглавляет Володя Марин. Они организовали большой гуманитарный конвой туда. И они меня, я не знаю уж почему, может быть, потому что я тоже самарский, они меня позвали прицепом. И мы поехали по детдомам. Были в школе резерв. Вот мы в ней, кстати, школа спортивного резерва в Луганске. Ну, сказать, что это произвело впечатление, это вообще ничего не сказать. Это правда. Я немножко забегу вперёд. Вы знаете, когда мы выезжали, блокпост последний, и я это вслух сказал ребятам. Говорю, вы знаете, у меня сейчас такое желание, чтобы попросить водителя развернуться и поехать обратно. Что-то меняется в голове. Потому что здесь мы вообще про другое все. Абсолютно. Ты начинаешь понимать, что ты лично, не ты как артист, а вот ты, Саша Морозов, да, ты нужен тут, сейчас вот. И делать ты должен то, что ты делаешь. Здесь, сейчас вот. Это необходимо. И это мозг немножко ставит на бекрень, но в правильную сторону. Вот в чём дело. Ну, а в результате вы детям-то что показывали? Как их, так сказать, развлекали? Ну, во-первых, конечно же, кучу подарков. Ну, важные вещи, потому что тоже под заказ везли и всё. Ну, главное, это, конечно, были концерты наши. Ну, для меня. Потому что... Вы знаете, ко мне на коленке села девочка, я не знаю, годик в пять, наверное. И я сидел, смотрел на неё, а она первый раз в жизни видит клоуна живого. И вот я её держу, а она у меня смотрит, она даже не понимает, что происходит. И я не знаю, такая странная мысль. Думаю, а вот когда всё это закончится, она станет взрослая, у неё будут свои дети. Она будет рассказывать, что она сидела на руках у какого-то клоуна. Вот какие-то такие мысли чудесные совершенно. Там люди совсем другие. Они совсем по-другому воспитаны. Саша, извини, я перебью, просто у меня очень такая история была. Мы с Катериной, с женой, когда тоже в Донецке были. По-моему, в Донецке это было. И так получилось, что мы перед комендантским часом уже вечер идём за молодой парой. А ребятам, ну, лет, не знаю, 17-18, наверное, парень с девчонкой идут. И у них такой разговор. Она ему говорит. Ой, говорит, хорошо, я сегодня так тихо, говорит, я с утра проснулась, и не бомбят. И тишина. И вот мы идём с женой, как бы, знаешь, вот о чём молодые люди разговаривают, да, вот какие у них разговоры. То есть вот настолько у них всё по-другому. Нам здесь не понять это совершенно. Да, то есть сколько они в этом живут, да, они совсем по-другому воспитаны. У них совсем другие ценности, абсолютно другие. Люди везде разные, Сергей. Я же знаю, что вы дом продали. Тоже здесь не всякие из моих знакомых. Знаете, Евгений, вот среди гуманитарщиков есть уже такой, как это назвать, наверное, они друг перед дружкой начинают, кто больше сделал. Ну вот, и мы тоже как бы общаемся там и разговариваем, да, а вот мы там на машину насобирали, машину там ребятам подарили, а вот мы там в госпиталь там 10 тонн лекарств подгрузили. Ну вот, это вообще, это очень здорово. То есть, ну вот в этой ситуации, мне кажется, что вообще-то, слава богу, что это так. Ну, я так понимаю, что помогают не только люди, но и город помогает. Кто-нибудь из вас слышал про программу «Москва помогает»? Ну, очень слышал, очень слышал. Да, я тоже слышал. Много хорошего, что наш мэр придумал такую благотворительную акцию, которая называется «Москва помогает». И я даже знаю цифру, что за год ребята собрали 1080 тонн гуманитарки, ну, первой необходимости там для новых регионов. Ну, пунктов приема достаточно много, по-моему, даже на Мосру карты есть, где пункты приема, где люди сдают, в общем, не только новые вещи, говорят, что там, ну, как бы в приличном состоянии, там все это, если отдаешь, потом все волонтеры, все это... Меня цифру поразило просто. Ну, нет, понятное дело, если по всей Москве-то все это собирать. Это тонн, и это не стройматериал какие-то тяжелые. Ну, а потом, насколько я знаю, Москва, как бы, взяла шефство над Луганском, непонимая средства. Да, но если там, в общем-то, в таком количестве начнут устроить дома, то я думаю, что Луганск просто превратится в новую Москву. Для меня, как для педагога, отрадно, что Москва приняла участие в ремонте Луганского педагогического института. Да-да, помогает. Вообще, это очень правильное решение, мне кажется, что вот каждый город взял, как бы, шефство над Луганским. Я не знаю, кто там строит дороги в Луганске. Так Москва и строят. А, ну, понятно. Такими темпами. Такими темпами. Автодор, вот мы тоже поехали. Сначала была дорога, в этот раз в мае поехали. Все мосты поставлены на ремонт. Причем не по очереди, а все одномоментно. У каждого моста объездная дорога, причем потрясающая дорога просто. И местные сами говорят, мы не видели никогда в жизни вот таких дорог. А когда в следующий раз собираетесь? Наверное, следующую поездку мы будем делать где-то середина августа, потому что у нас есть еще история. Мы хотим сделать музей в школе, музей СВО. И у нас есть связи с Луганским музеем, там ветераны боевых действий свой сделали музей. Хотим к ним тоже съездить по вопросу сотрудничества. И заодно в школу. И заодно к родненьким. Мы просто хотим такую скромную толику тоже внести в это дело. И приготовили. О, это будет. Ребят, принесите, пожалуйста. Поскольку не раз уже в этой программе сказали, что нужно все. Нужно все. Нужно все. Здесь и посуда какая-то, и сковородки. Ой, это для уроков труда для девочек. Да, это прям отлично, потому что, конечно, там в этом плане такое горестное тоже состояние. Вот, я обязательно отвезу. Спасибо огромное. И хорошо, что девчонки учатся готовить, потому что для мирной жизни это пригодится. А мирная жизнь наступит неизбежно. Мы победим, в этом нет никакой сомнения. Победим благодаря вам, благодаря таким людям, как вы. Огромное вам спасибо. За то, что вы есть спасибо. И за то, что вы делаете. После паузы мы продолжим говорить о том, как Москва и москвичи оказывают помощь в зоне СВО.